Друзья, всем привет, с вами Роман через YouTube и вы сегодня на канале Крым Онлайн. И сегодня мы в уникальном месте, село под названием Курорт. Подарили, вот приходите за мордикой, вот сюда вот, к этой милой женщине. Почему курортная? Сум посоветовал, давай съездим. Ну, нашел здесь свою вторую половину, из 91 года каждый год. Красиво. Очень вкусно, я чувствую. Это, видимо, каталет носится в бассейн. Ну, даже здесь сегодня, народу я не вижу. Сейчас должен был быть причал, доставляйте сюда на пароход. А что помешало строительству закончить? Трещины, трещины, поэтому это здание, скорее всего, только под снос. Шикарные горы. Курортная, все пиковые, красивые точки. Мы любим тюлени отдыха, а нам вот надо ездить по Крыму, смотреть места разные. Отель такой, Отуз называется. А, ну, правильно, это как и река, Отузка. Очень типичненькое местечко. Я хочу вам сегодня немножко показать его, как оно выглядит. Подъезжая к этому селу курортное, вот мы уже в него буквально заезжаем, оно все вот по кругу таких вот красивых вот скалах. То есть по кругу буквально везде какие-то скалы, скалы, смотровые площадки. Очень интересно здесь ехать и наблюдать всю эту красоту вокруг. Вот посмотрите, как вот выглядит сейчас вот именно это местечко. Ну, ведь круто же. Ну, да, дорога здесь, правда, не очень. Едешь и колеса немного спотыкаются. Заповедник охраняется законом. За что-то там штраф, в общем. Везде у нас стоят таблички «Сдаю жилье», «Номера телефонов». Ну, как обычно, в принципе, в Крыму такое чувство, что вот это вот маленькое село, оно буквально находится в таком, знаете, как вот вокруг горы, горы, горы и внизу само поселение. Ну, нам встречаются, кстати, очень даже интересные домики. Посмотрите, какие здесь построечки. Тут уже начинаются такие прям пансионатики. Жара в Крыму продолжается. Температура в районе 35 градусов, нам может где-то даже и выше. Теперь с вами давайте поправимся, посмотрим, что в этом месте вообще предлагается, что здесь интересного. Какая здесь обстановочка курортная. Ну и первым делом я хочу выйти на пляж. Пока не вышел, здесь предлагаются такие конные прогулки. Вот телефончик записан и написано «Вера». Если кому нужно, звоните. Также здесь есть прогулки на катерах. Почему у вас на катерах прогулочка? Тысяча. Тысяча рублей с человека. Вот, почему-то, как везде, да? Как везде. А куда вы катаете? На кородак на золотые ворота. На кородак не стоим. Мы идем вдоль берега. Сурфи расскажет на золотые ворота. Заходим и идем аж до Коктебеля. Мы на себе весь кородак смотрим. Развернулись. Остановочек. Упаем сядем. По времени сколько занимает? Полтора часа. Полтора часа? Да. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня. Спасибо. Так, друзья, телефончики записывать. Если что, заранее можете забронировать себе катерочек. Ну что, вот такая обстановочка сегодня здесь на пляжике. Людей примерно такое количество. Виды здесь, конечно, особенные. Посмотрите на эту красоту. Вокруг эти непонятные формы горы. Выглядят они, конечно, очень специфично. Очень необычно. Очень, ну, красиво на самом деле. Я вообще люблю такие непонятные острые углы. Когда, опа, девушка как сиганула. Не знаю, как вам. Напишите ваш комментарий. Мне кажется, что это красиво. Очень красиво. Давайте с вами попробуем пройти немножко дальше на пирсик сам. Вот с этой стороны, кстати, пляжик вообще пустой. Почему-то все купаются вот здесь. Видимо, здесь вода теплее. Попробуем продвинуться к концу пирса и посмотреть. Вода сегодня не очень прозрачная. Кстати, когда выходишь на пирс, сразу же ощущение свежести появляется. Потому что вода все-таки дает эффект. Вот такой эффект свежести. Здрасте, как водичка? Тепленькая? Тепленькая, да. Горяченькая, наверное, даже, да? Практически, да. Что там, рыбки плавают? Ты откуда приехал? Я? В Джанкое. В Джанкое. В Джанкое? Ну, местный житель. Крымский. Ну, вы тоже, так понимаю, вы папа, да? Да, да. Почему курортная? Я вообще, честно, первый раз. Первый раз? Посоветовал, давай съездим. Был отдыхал, понравилось. Есть вам с чем сравнить? Да, честно, только приехали еще не день. А, вы только первый? Ну, только вот. Только вот, да, как приехали. Ладно, хорошего вам отдыха. Спасибо и вам. Так, ребят, ну, здесь вот все как обычно, как всегда. Пирс, камни, скалы, море. Все отлично, в общем. Сейчас с вами попробуем пройти вот в ту сторону. Тут у нас, кстати, лисья бухта, если я не ошибаюсь. По-моему, так называется. Вот эти вот пляжи, это нудистские пляжи, да. Попробуем сегодня сходить туда на нудистские пляжи и посмотреть, что там происходит. Если там народ гуляет, плавает, купается или нет. Что-что, друзья, но виды здесь шикарные. Когда здесь находишься, ты чувствуешь себя как-то более защищенным, что ли. Мне кажется, это так. Потому что тебя вокруг реально закрывают вот эти вот необычные красивые скалы. На вид они, конечно, футуристичные очень и очень необычные. Давайте продолжим с вами движение по вот этой хорошей набережной. Немножко грязновато, видимо, после дождей намыло земли, песка. Но ничего страшного, она помоется. Кстати, вот этот пляжик, он более такой скалистый. Здесь мелко и больше скалы, больше камней. Давайте посмотрим с вами цены. Может быть какие-то, которые предлагаются в этом поселочке. Как, у нас с вами по курсу кофейня, вафли, кофе. Давайте глянем, что здесь почем на сегодняшний момент. Все любители крымских цен, вы можете поставить на паузу и посмотреть, что здесь предлагается, по каким ценам. Так, давайте посмотрим дальше. Кстати, здесь продаются арбузики и дыньки. Нороженка. 75 рублей шарик. Здравствуйте, у тебя пломбирчик есть обычный? Да. Продайте мне, пожалуйста, обычный пломбирчик. Секундочку. Где все люди? Вы всех распугали? Все боятся. Все боятся, что реально такая вот у вас в такой сезон? Да. Вы сами местные? Именно с курортного, да? Да. С щебетовки. С щебетовки. И вот такой сезон весь 23-й год? Ну июня не было, только июнь немножко было. Только июль? Понятно. Что, реально думаете бояться? Ну да. Распугали просто всех. Цены, наверное, высокие, нет? Или нормальные? Ой, извиняюсь, подвинул. Так, друзья, ну если что, пивасик здесь по 120 рублей. По 100 рублей. Тут, в общем, разные. По 150. Цены стандартные, цены одинаковые. В Крыму, в принципе, сейчас все цены примерно одинаковые. Не выше, не ниже. Где-то золотая середина. Вода. Что? А Ютуб? Ну конечно, Ютуб, Эдзен и все другие социальные сети ВКонтакте. Надо еще успеть смонтировать. Очень вкусно. Ну, его помыть бы. Давай, пошел. Я был с удовольствием, но я привык мыть. Я, например, не мою. Это у вас своя слива? Да. С огорода? Да. Я на обожир не мою. Мед натуральный. Вот я пока довезу, он в это превратился. Реально? Вот в дерево сорвал, он вот так пока довезу. Реально мед? Как сорт называется? Сорт не знаю как. Я как-то посадил этот. Друзья, рекомендую. Шурт я не знаю какой. Это мне дал, по случаю этот, продавал фруктовые деревья. И он мне говорит, на, выкинь, вы меня не снимаете. Не снимать? Нет. Выкинь, говорит, вот это корневая система. Я же вас снимал до этого. Спасибо вам большое, очень, очень вкусно. Корневая система слабая, говорит. Не пойдешь. Да выкини вон туда, может, будет. И оно пошло, да? Да, оно само пошло и урожай нам дает. Так, друзья, за сливой все вот сюда. Вот как вас зовут? Меня Суют зовут. Вот сюда, вот к этому молодому красивому человеку. Он вас угостит вкуснейший. Арбузы вкусные. А кстати, арбузы почем? Килограммчик. Арбузы 25-30. Крымские? Крымские. Крымские, да? Поэтому такие не очень большие, да? А они чтобы человек пришел, а кто взял маленькую, на пляже, съел и все. А, понятно. Тоже, тоже, да, тоже удобно. Тоже вариант. Ладно, хорошего вам. Ладно. Хорошей торговли. Всего доброго. До свидания. Для тех, кто любит вкусняшки, вот такие здесь есть классные вещи. Посмотрите. Это просто очень вкусная вещь. В меду. Пахлава. Пахлава медовая, да? И паварда. Так, идем дальше. Вот тут у нас аттракционы. Надо же съесть мороженое. Пломбирчик, кстати, да, 90 рублей. Ну, как видите, пусто здесь, совсем пусто. Народу я не наблюдаю. Вот видите, все продавцы дружненько сидят, общаются друг с другом. Вариантов у них, походу, нету. Здесь у нас какой-то отель. Там есть салон красоты. Здрасте, почем татушки? Вот 200 рублей. А 200 рублей, друзья, татушки. Нарс, синее море. Ну, а там бассейн такой, ничего себе. Большой. Надо посмотреть. Смотрите, заходите в бар. А у вас с другой стороны территория. Вот такая вот территория. Это, видимо, каталию относится в бассейн. Но даже здесь сегодня чуть народу я не вижу особо. Ладно. Двигаемся. О, кстати, тайники в баре. На паузу. Так, ребята. Что успел? Ну, кстати, цены здесь вполне себе даже очень невысокие. Нормальные. Идем с вами дальше. И мороженое, кстати, хорошее мороженое, реально. Я так и не понял, кто это делает. Напишите. Может, вы знаете. Время обеденное. Где-то около часа дня сейчас. Возможно, к этой причине людей я не вижу. Потому что жарко. И все выходят ближе к вечеру либо утром. Так, мясная продукция. Шашлычки. Свининка 250. Здравствуйте. Как у вас? Все хорошо? Это хорошо, что все хорошо. Так, друзья. А, людей мало. О, вот тут очень много цены. Посмотрите. Первые блюда, вторые, салаты. Ну, побольше вам людей. Всего доброго. Хорошего дня. Так, друзья. Вот еще ценнички. Посмотрите. Ставьте паузу. Все есть. В наличии людей маловато. Здрасте. Есть закрытого типа вариант такой пообедать. А здесь такая атмосфера, как будто бы ты домой попал. Знаете, так будто бы по дому идешь. Кафе Рушана. Так, кафе Рушана, друзья. Смотрите, цены тоже. Здесь тоже все написано. Здесь по типу шведского стола. Привет, пацаны. Как дела? А как канал называется? Крим онлайн с Романом. Подписывайтесь. Хорошо. А это на ютубе? На ютубе, вконтакте, и везде. Так, ребята, у меня сегодня контент с мороженым. Посмотрите, какая чистая вода. Видно все камушки. Но пляж не очень удобный. И он, он не оборудован, короче, вообще. Здесь, кроме вот этого банана, ничего больше нет. да, из-за тракционов можно вот вот на такой штуке прокатиться вдоль всего вот этого красивого места. Да, кстати, смотрите, как чайки здесь отдыхают. Да не улетай, постой, попозируй, куда ты? Ну, ладно, лети. А ты как себя чувствуешь? Все хорошо? О, взяла, мы гадила. А я хотел тебе мороженком угостить. Не хочешь, да? М? На, будешь? Ну, как хочешь. Не хочет? Пойду, предложу остальные, может, они захотят. Бакланчик, не улетай, не улетаю, куда ты? Эх, напугал я всех. Такие чайки беззаботные. Я нарушил их покой и отдых, друзья. Иду, наступаю на них. Они все дальше, дальше от меня. А вон, куча крабов бегает. Посмотрите, их там полно, просто куча. Все прячутся, прячутся, прячутся. Что спрашиваешь? Когда ролик выйдет? На следующей неделе. YouTube у вас канал Крым называется, да? Крым онлайн с Романом. А, Крым онлайн с Романом. С Романом, Рома меня зовут. Тогда через неделю посмотрим. Давай, хорошо. Подпишем? Давай, подписывайся, конечно. Так, ребят, пытаюсь вам достать сейчас какого-нибудь крабика одного. Их здесь просто огромное количество. Хорошо, не буду замазывать, пацаны переживают, что я лица их замажем. Слушайте, тут крабов этих огромная куча. Смотрите, 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 побежали, 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 маленькие какие. Давайте, пацаны, давайте. Опа, опа, куда ты? Хоть один на руки. Ладно, ребят, короче, их тут огромная туча. Все, человек всех распугал окончательно. Вот, да, так и манит, так и манит. Искупайся, искупайся, залезь, зайди в воду. Друзья, я, честно говоря, здесь нахожусь впервые. Никогда раньше здесь не был, не приходилось попадать именно в это место, курортное, с одноименным названием курортное. Ну, очень необычненько. Такая ностальгия по Советскому Союзу. Немного у меня ассоциация такая, не знаю, как у вас. Ну, почему такая ассоциация? Потому что ну, не очень все тут как бы уютненько, не так благоустроено, как уже везде. Потому что народ сейчас немного избалованный всякими-всякими там приблудами на пляже, там, шезлонги, бунгало, что-нибудь еще и такая всякая разная. Ну, а здесь, конечно, этого я не наблюдаю. Ну, вероятно, поэтому здесь людей не особо много. плюс специфический берег, то есть галька плюс крупные камни. То есть здесь они реально острые. Также здесь я встречаю, смотрите, много комки. На удивление, обычно на южном берегу комку я не встречаю. А здесь она есть. Вероятно, был шторм небольшой, поэтому вот так вот. Ну, вот такой сегодня интересный для вас пляжик. это была секундочка прибывает для вас. Давайте продолжать дальше движение в сторону вот этого дикого места. А кто знает, так пройти можно или только так? Туда? Туда, по пляжу. А и там, и там можно пройти, да? Так, ну хорошо, пойдем туда, там. Спасибо. Усилиями общими. Оп, насырник. Так, ребята, двигаемся дальше. По этому красивому поселочку необычному. мне нравится. Ну, конечно, очень спокойно. Все, конечно, как всегда в сувенирах различных, заколочках. Здесь у нас цикады поют. Круто. здрасте. Здрасте. Продолжаем движуху дальше. Здесь у нас река с гор. Итак, друзья, речка называется Оттузка. Такая неглубокая, здесь вот как бы такой небольшой котлованчик, поэтому здесь воды много. а так она, конечно, такая себе найти. Во-первых, грязная, народ кидает здесь бутылки, всякую гадость, как обычно, но наших не исправить, ничем не победить. Впереди у нас камыш, идем, смотрим, смотрим дальше. Так, это у нас походу рынок инвровизированный здесь местный. Рынок-рынок. Здесь есть рыба. Сцены не вижу. Здравствуйте. Вы откуда? Местные? Нет, Москва? Московья. Расскажите, вот как вы попали в этот курортный поселок, если давно отдыхаете, то почему? Попал я вообще сюда в далеком 1991 году, в Советском Союзе. Ну, нашел здесь свою вторую половину из 91-го года каждый год. Вот так вот. Вот это аргумент. Аргумент? Даже не посмотришь. Даже сказать больше ничего. Дети мои здесь выросли, слава богу, и нравится нам здесь очень. Понятно. Что может еще интересного, хорошего рассказать про это шикарное место? тем, кто любит комфортный отдых в плане, знаете, как бы, обслуживание, там, и всего остального, ну, как в отелях, то это, конечно, не сюда. А если такой простой отдых в плане, вот, море, покушать, спокойно, отдохнуть в тишине, то это сюда. То есть размеренный семейный отдых, это сюда? именно так, да. Без папаса? Ну, да, без закидонов, без этих, знаете, я только что шел и говорил, что не напоминает это место Советский Союз. Ну, еще очень много осталось, даже с той поры еще. Потому что, мало-мало, что где оборудовано, пляжи неблаголосстроены, и поэтому, я так сказал. Сюда еще не нашла цивилизация, скажем так, и боюсь, что еще не скоро. Почему так? Ну, просто видно, руки не доходят. Об основном, крупные города сначала, как бы, да, где много людей. Здесь все-таки людей немного, поэтому, я думаю, чуть попозже. Ну, все будет, я думаю, со временем в обязательном порядке все произойдет. Ну, что, друзья, вот такой интересный отзыв от уже местного жителя, можно так сказать. человек с Москвы, но остался здесь. Сергей Пассад, есть такой город. Сергей Пассад, ну, почти что. Московского. Рядышком, рядышком. Спасибо вам большое. Хорошего воздуха. Всего доброго. До свидания. Так, ребята, мы смотрим с вами дальше на сцены. Персики, персики крымские у вас. Местные свои и арбузы тоже наверняка. Все понял. Почем арбузы? 30 рублей арбузы. Персики крымские 120. Запах, ребята, просто бомба. Я вот стою просто шикарно. Я Рома. Просто Рома. Крымский, крымский блогер. Так, а ялтинский лук вот почем. В ютубе мы, в смысле я, Крым онлайн с Романом. Так, друзья, посмотрите здесь, какая малина еще местная. Это что же вы, наверное, у себя на огороде выращиваете, да, посмотрите. А почем она? Ух ты, 150 банка. На обратном пути возьму, оставьте две банки. Хорошо. Хорошая торговля. Ой, это что такое? Это Мамардика. Мамардика? Да. Вообще Мамардика, правильно. А откуда этот диковинный общий фрукт? У нас здесь, в Крыму. и у нас Мамардика. И что оно напоминает на вкус? Внутри красные зерна, как у граната. Но они такие сладко-терпковаты. Мамардика. Мамардика. Вы такое ели когда-нибудь? Я первый раз вообще такое. Сколько стоит Мамардика? 150-й, 50-й. Попробуйте. Нет, сладкая. Как гранат, говорит, там внутри красные ягоды. Угощаете? Ну, давайте возьмем одну-двоих попробуем, нехренне травимся. Ребята, она должна еще созреть. А, еще созреет. А сколько ей зреть надо? Ну, денечек, что-то. А мы ее повесили между перчиком, она что? А это со вкусом перчинка. Перчинка особенно. Так, друзья, все за Мамардикой. Мамардика. Мамардика. Все за Мамардика и вот сюда. Так, народ собирается. Ладно, всего хорошего. До свидания. Так, ну что, пойдемте дальше. Напишите в свой комментарий, ели вы когда-нибудь Мамардику, крымскую. Я, если честно, впервые для себя это открыл. Вижу впервые. Так, здесь у нас как обычно, все по-старому, в России. Как сезон? Нормально. Все нормально? Людей хватает? Девчонки сразу застеснялись чего-то вдруг. Так, пивасик здесь, друзья, смотрите, вот паузу ставьте, если интересно, пожалуйста, вот вам цены. Ребята, привет. А то вы там так скромненько спрятались. Крымский блогер Крым Онлайн с Романом. Хорошего дня вам, ребят. Хорошего дня. Так, здесь у нас кафешка и вот еще дополнительно здесь можете посмотреть вот такие цены на предлагаемые продукты питания. так, идем дальше, наблюдаем, что происходит здесь, в этом интересном местечке. Пицца 600, чебурек, посмотрите, чебурек. А цена у него, у чебурека 130 рублей. Шаурма 250. Такие цены вот в этом интересном кафе. Давайте посмотрим еще, пройдемся немножко в эту сторону. Ребята, первый раз в этом месте. Сейчас мы с вами наверняка выйдем опять на пляж. и у меня конечно же задача пробежаться в сторону дикого пляжа. Здесь такие сладости, если что, вдруг вафли, сироп. Ну, такое, вкусняшки. идет. О, мы вышли с вами на еще один пляж, здесь уже народу побольше. Подскажите, пожалуйста, а вот это дикий пляж, там дальше у нас что? Это нудийские говорят, да? не дикий пляж, это наоборот пионерский пляж. Здесь хороший песок, да. А вот туда дальше, дальше, вот там Лисия Бухта, вот за тем мысом, да? Да, за первым. Вот там. Я просто боюсь нарваться на что-нибудь. Нет, никуда не ходить. Вот, вот это хороший пляж, здесь чисто, в принципе. А это пляж пионерский, да? Следующий. Нет, вот это вся коса, как бы, до половины почти. Ага. Это конечно пляж, потому что здесь был лагерь. А, сейчас его нет, Нет, конечно. Ясно, ну мало ли, может вдруг восстановили. Ладно, всего доброго, хорошего вам дня. А вы вообще местный житель здесь постоянно живете, да? Я живу в Щебетовке. В Щебетовке? Немножко. А здесь просто работаете? А здесь убирают. Сезон слабенький, да? чисто. Или это только сегодня так мало людей, или всегда? Нет, уже в июле было самое наплывное. А в август что, тихо всегда? Ну тут потише немножко, что здесь детей в школу собирают. Ну рано еще в школу собирать, еще 20 дней отдыха. Ну пройдите, посмотрите, детей вообще много, как я считаю, так много. Ясно, спасибо, всего доброго. что, друзья, идем дальше. Так, а здесь у нас напитки, напитки, кому вдруг надо напитки знать, ценики, пожалуйста, друзья. Смотрим, паузу ставим. Как же жарко все-таки, кошмар. Так, здесь мы с вами вышли на такой вот пляж, здесь народу вы знаете немало вообще. Прямо все походу едут именно в это место. Меня испугалось, убежает. А я думал, что здесь совсем все глухо, оказывается, нет, друзья, посмотрите, народу здесь достаточно, вполне достаточно. Какая-то у нас на горизонте появляется заброшка большая. Сейчас мы до нее дойдем. и я вам ее покажу. Так, ребята, камера перегрелась. GoPro, GoPro рулит, как всегда, она греется, выключается, самый ненужный момент, приходится ждать, остужать. Кстати, объявляю сбор на камеру GoPro 12, уже вышла, скоро будет продажа, поэтому все, кто желает скинуться на камеру 12, милости прошу, буду очень признателен вам за это. никогда не просил, но сейчас, сами понимаете, время такое, что особо с блогерских доходов ничего не купишь, потому что доходов вообще нет, а работа, честно сказать, очень сложная и очень емкая в плане затрат на время. Время не забирает огромное количество. Монтажи, съемки, покатушки, ну и все такое. О, кто-то потерял бюстгальтер. Приезжайте, забирайте. Так, ну мы идем с вами по верхней части пляжа. Здесь, как и уютненько, так все закрыто, не так жарко, солнышко не жарит. Как я сейчас рассказал один местный парень, он работает спасателем здесь, на камеру не хочет. Вот тут у нас есть заброшка небольшая, ну как, в принципе, даже большая. Все строилось, как всегда, при Советском Союзе и в период развала Союза все эти здания оказались никому не нужны. А вот здесь, наверху, у нас есть вот, я не знаю, отель такой, Отуз называется. А, ну правильно, это как река Отузка. Отель называется Отуз. Здесь народу побольше. Это был тот самый парень, который мне сейчас все это рассказывал. Все-таки он попал в кадр, ну, как-то так. Идем далее. Здесь у нас бетонная такая штуковина в море. Я вот про это у него не спросил. Если вы знаете, пишите ваши комментарии, что это такое, для чего это там вообще было раньше. Ну, там сейчас, как вы видите, реклама такси. Очень удобно заказывать такси сразу раз. Вы не местные? Случайно. Вы местные? А можете рассказать, что вот эта вот бетонная ерунда вот такая в море? Как местные? Ее пытались причал строить. Как вас зовут? Игорь. Игорь. Причал пытались строить? Не достроили? В 1913 году. В 1913 году ваш? Ого. Светая гора там с той стороны коры. С северной стороны был карьер. Ага. Подвесная дорога должна была. И этот, вот, сулановую руду, это для гидроцемента. добавка. Угу. А здесь должен был быть причал, доставлять сюда на пароходы. А что помешало строительству закончить? Первая мировая, первая мировая, азитанская. В общем, все это из-за войны. А после войны перестали разрабатывать. Угу. Да, друзья, видите, военное эхо все-таки делает свою злую шутку. Спасибо вам большое за комментарий. Всего доброго, хорошего отдыха. еще одна в море притопленная. там еще одна дальше, да? И там еще одна притоплена. Спасибо, Игорь, всего доброго, хорошего отдыха. До свидания. А, кстати, вот заброшка, от какого завода оно было? Неизвестно, даже я этого не знаю. Даже вы? А вы вообще местный коренной? Вообще-то все, что там строилось, там, это строил кременчужский завод автомобильный, и АЗЛК изначально. А, вот так вот. Все, теперь мы знаем, кто это делал. Это еще началось в 70-м году. При Союзе все заглохло. Все еще раз, всего доброго. Лоса не при Союзе, а при развитом капитализме. Ну, так вот. Маленькая поправочка. Ну, да. Спасибо, большое, за комментарий. До свидания. Так, ребят, ну, вот это было, как видите, должен был быть пирс. Войны помешали всему этому делу состояться. В итоге пирса нет. Остались только вот такие каменные, бетонные, точнее, глыбы. Слушайте, отсюда открывается безумный вид вообще на все это место. Оно выглядит как-то вот именно с этого места уже совсем по-другому. Более да, кстати, вот эта заброшка. сейчас мы к ней тоже поднимемся и посмотрим. Более, я хотел сказать, выглядит более сексуальненько, наверное, так это будет сказано. Вообще, смотрите, вот так вот, если подходить аккуратненько и кинематографический кадр делать, то это вот так вот аккуратно и получается вот такая безумная красота, друзья. Как вам? Правильно, нет? Как-то так. Добрый день! А можно у вас поинтересоваться? Вы местные жители? Отдыхающие? Откуда приехали? Крым? Ленинградская область. Ленинградская? Ну, Питер. Понял, понял, понял. Ну, расскажите, почему курортно и давно ли здесь вообще отдыхаете, если не первый раз? Мы отдыхаем как бы в разных местах останавливаемся. Катербейль, Морское, Биле, Фиодосия, но сюда приезжаем искупаться. Именно сюда искупаться? Ну, как бы, да, мимо куда-нибудь ездится а приезжаем покупаемся. То есть, вы здесь не останавливаетесь просто купаться. Я правильно понимаю? А почему здесь не останавливаетесь? Может, мы в следующий раз останавливаемся. Может, в следующий раз поняла. Почему именно здесь купаться в других местах плохое море? Да, не знаю, как-то удобно на машине близко подъехать, подойти. Вот, вот, тут плюс, я понял. Мне просто нужно понять, в чём же плюс именно этого места для купания. Так, друзья, как видите, здесь удобно подойти удобно подъехать на машине и так понимаю парковочка бесплатная правильно и поэтому сюда в данный момент где-то где остановились феодосии ох нормально вот приехали с феодосии покупаться то есть вы каждый день вы посвящаете куда-то какой-то поездки определенно то есть вы не сидите на месте во именно в городе феодосии а почему кстати феодосия чем вас привлекает этот город это же портовый город мы там еще не останавливались квартиру отыскали подешевле однокомнатную взяли сняли на машине все равно ездим на как бы без разницы где обосноваться понятно то есть там получается по стоимости квартира дешевле чем чем где-либо еще до особо не искали мы не знали получится ли у вас отпуск и в последний момент уже это самое все отпуска все едем я знаю что питерские они увеличи вообще люди бесстрашные ну вот вопросы такие хочу задать многие боятся ехать крым в этом году страшно было ехать вам крым то есть спокойно совершенно от судьбы не убежишь вот мудрые слова я тоже сюда об этом говорю что как бы чему быть того не миновать по большому счету для каждого человека ну а какие плюсы еще можете подчеркнуть вообще из отдыха 2023 года что плохо что хорошо да точнее начнешь начнем с того что хорошо мы пока здесь второй третий день как бы еще не предъявились третий день еще не определились а что по ценам ну если вы были прошлом году дороже стала сейчас или нет позапрошлом были значит дорожает дорожает утражает принципе наверное и у вас тоже так что можете посоветовать людям которые еще не приехали в крым но собираются куда поехать для того чтобы сэкономить свой бюджет и хорошо отдохнуть вы уже как опытные отдыхающие любите тюлени отдыха нам вот надо ездить по крыму смотреть места разные а где еще были в крыму скажем не не с южной стороны были назад в западном крыму нет и в поторе черноморская в оленевке бальда все говорят оленевка почему-то не знаю но я всегда всех поправляю извините что поправляю правильно говорить оленевка как вам оленевка красиво на катере пока на скалах были на отлеж и были катались на катере проплывали грот 96 метров как вам понравилось с чем-то можно вообще сравнить такое место вспоминается фильмы снимались ну самый основной фильм это пирата 20 века это кстати грот который единственный в европе такие больше нет аналогов 96 метров ладно не буду вас больше отвлекать спасибо вам большое за комментарии всего доброго хорошего отдыха до свидания питеру привет до свидания еще раз так ребят идем дальше здесь очень спокойно посмотрите на самом деле людей в этой части уже пляже совсем немного ну есть конечно но не так много и как правило я вас вообще не снимаю в другую сторону не переживайте так ребят пока сейчас настраиваются 5 на мысли в общем сейчас мы с вами с этого красивого пляжа перемещаемся потихонечку вот туда вот на эту заброшку вот туда вот наверх и немного посмотрим там не сказали сейчас открыто и особо никто не гоняет за то что иван здравствуйте обстановочка дружелюбную народ как сюда на сапах катаются очень очень даже милота сейчас пойду мне уже показывают пальцем куда подняться так здесь посмотрите в столовую прям сегодня движуха там людей много тут удобные топчанчики кстати ну пацанам здесь все то же самое что и везде особенно здесь разница никакой нет я так даже думаю что здесь хозяева все одинаковые смысле одни и те же как кафешка барабулька но я хочу сейчас зайти на этот пирсик это тут посреди какая стоянка огромная давайте все таки пирсик пока отложим в сторону я пойду скажу как я вам обещал вот сюда вот на эту заброшку есть нее посмотрим вниз если честно друзья я думал сейчас я быстренько пробегу этот поселок курортная но не тут то было оказывается он не такой уж и маленький ну и сейчас я покоряю вот эту вершину на самом деле в эту жару это очень сложно потому как дышать тут раскаленным вот этим воздухом прям тяжело а я залез до верха и воля должен был быть классный отель но не судьба и только что друзья мы были с вами вот там внизу а теперь мы уже здесь вот здесь вот вверху и по большому счету отсюда конечно вид вы даже не представляете какой просто посмотрите какая красота это место просто без комментариев карадак уникальное красивейшее место пристанище дьявола дорога так называемая дверь в ад ну так говорят по крайней мере на самом деле конечно все не так страшно как рисуют как говорится не так страшен черт как его молюют ну собственно говоря это конкретно про вот эту вот историю на самом деле место какое-то такое вулканическое и получилась какая-то безумная красота на мой взгляд аналогов такому месту больше не найти нигде ну а пляж как вы видите выглядит вот таким образом тут у нас огромный пирс тут какая-то лодочная станция это видимо эйлинги ну не видимо это сто процентов эйлинги потому что есть такие сходы для лодок в море дальше у нас лисья бухта это нудистский пляж мне сейчас настоятельно рекомендовали туда пройти я не знаю хватит ли мне сил туда пройти жара безумная но там у нас кто там у нас любят любят нежиться на солнышке люди которые отдыхают как вы знаете без купальников другими словами нудисты я даже не знают стоит ли идти туда и показывать вам все это думаю ну думаю напишите комментариях стоит или не стоит мне даже интересно как вы считаете так что друзья не знаю оставляю вам за травочку для размышления пишите комментарии будет интересно почитать посмотреть что вы по этому поводу думаете пробуем с вами пройти в это не достроенное здание принципе я уже начал сюда проходить здесь принципе доступ полностью открытый выглядит как обычная заброшка конечно ничего здесь особенного или не особенного все как всегда как везде везде все за страна сюда любят видимо бегать справить нужду наша задача сейчас подняться повыше и посмотреть с высоты на эти красивые места здесь все по выдергивали повыломали попалов по выламывали точнее железо я здесь вообще не вижу никакого здесь был видимо шахта лифта должна была быть но не состоялась да сейчас попробую подняться на лестничном марше вроде как тут есть лесничные марш и вот но нашел ну что пойдемте кстати здесь есть еще и подвал ребят но в подвал мы не пойдем это не особо интересно никому настоятельно не рекомендую лазить по этим заброшкам для вас исключительно делаю контент чтобы вы посмотрели и сюда не заходили потому что это это опасно опасно прежде всего для жизни сколько это же я уже поднялся даже не посчитал он лежит тоже 5 ху идем дальше уже становится страшновато виды уникальные ребят лазить сюда не надо смотрите мой канал мы уже на крыше ху я поднялся до самого верха дальше подъем уже не нужен это полный экстрим будет но отсюда открывается уникальный вид и возможность посмотреть вокруг посмотрите как хорошо видно вот эти все отели вот кстати еще одна заброшка шикарные горы вилла софия друзья три звезды кто не знал кто не видел но хочет посетить пожалуйста бассейн территория красивая все выглядит вот таким вот классным уютным видом а мы с вами идем туда на нос этого здания здесь как вы видите растут деревья лох серебристый он растет даже здесь на крышах надо же такое представляете вот такое растение уникальное проросло на крыше 7 или какого там 8 этажа вот они крымские маслинки как вы их называете на самом деле растение называется лох серебристый привет дядька нам машет так друзья ни в коем случае сюда не заходите сюда могут залететь только чайки у них зеленый свет здесь валяется куча всяких конструкций вполне возможно сейчас могут меня отсюда погнать еще и полицию вызвать чайки конечно чувствуют себя здесь вот так круто я тоже так хочу напишите а вы скажите скажите как красиво напарит мне такое чувство что она просто кайфует наслаждается жизнью давайте поближе но осторожно мы нарушили ее пространство вот она высота вот он вид сверху на весь поселок курортная все пиковые красивые точки которые есть в интернете вы видите сейчас прямо сейчас здесь виды конечно шикарные уникальные кородак там у нас ландшафтный природный природный заповедник место уникально в своем роде единственное больше таких нигде нет вот так вот здесь сегодня погода теплая сейчас только что меня спросили какая температура я уже говорил температура у меня написали в телеграме не забывайте да по вот видите мысли скачут не забывайте друзья подписываться в телеграм-канал все самые свежие фотки и видео я выставляю сразу туда естественно смотрите меня в телеграме конечно же ваша подписка обязательно пишите комментарии будет очень интересно их читать дальше смотрим на пляж в селе курортная не знаю что будет со звуком битруган сумасшедший стараюсь друзья мои на этой крыше буквально нельзя находиться почему потому что как вы видите везде трещины буквально везде и нахождение здесь на крыше опасно посмотрите как серебристый лох растет в этих местах на этой крыше конкретно это большое дерево довольно таки уже огромная я бы сказал здесь еще больше есть здесь также вырос шиповник вот как видите я не знаю но вот это все видите лопается трескается сюда подниматься крайне опасно и я настоятельно рекомендую вам сюда не ходить вот сейчас просто посмотрите это место вот видите шиповник это говорит о том что структура камня уже полностью разрушена уже остался буквально песок и любая корневая система способна здесь вырасти уже прорасти семечка приносят ветром дальше естественный процесс трава нам и ну и так далее также здесь многое выросло травы вот этой вот бессмертника ведь сколько лоха этого серебристого стоит а вот и бессмертник стоит даже горох вот он как сеется прям прям вот из бетона видите вырастает вот такой цветок поэтому ребят посмотрели и ушли подниматься сюда не рекомендую никому все я спускаюсь и ухожу а вообще друзья вот это вот постройка да где здесь планировались номера очень простенькая все вот я так понимаю это был вход в номер вот мы заходим номер открывается дверь здесь у нас сам узел тут как раз место на туалет душевую умывальник здесь у нас зона для каких-то шкафов может быть каких-то коммуникаций дополнительно вот небольшая комната примерно 4 на 3 размер где-то 12-15 квадратов номер вот балкон собственно говоря вот и весь номер то есть для тех времен как-то ой как высоко прям высоко ну вот они эти номер очки держаться за эти плиты опасно потому что тоже видите везде трещины трещины поэтому это здание скорее всего только под снос его вероятно восстанавливать никто не собирается и не будет вот тут уже парочку этих бетонных плит выпало ну так честно сказать аж как-то не по себе когда здесь стоишь пойду-ка я отсюда потому что ну реально опасно также я вернулся за малинкой 150 рублей вот такая литровая банка где вы еще можете найти только здесь 150 рублей у такого пока огромный спасибо вам большое удачи вам до свидания до приезжайте вот сюда приходите вот за этим пустым вкусным фруктом я уже забыл название у меня маммардику подарили вот приходите за маммардикой вот сюда вот этой милой женщине да методики персик подарили маммардику подарили а люди-то пришли сейчас сейчас к вечеру и намного больше было чем было в час дня когда я выходил на прогулку в этом месте да собственно говоря здесь потихонечку народ выходит на прогулку так что у нас тут но есть люди есть есть вечернее купание начинается ребята посмотрите водичка чистая теплая люди выходят на променад вечерний даже чайки он стоят балдеют вот так выглядит вечерний пляж курортном поселке приблизительно и с этой стороны выглядит вот так вот примерно завершение ролика ребят покажу вам вот этот пляж которого начинал буквально вам съемку отсюда здесь тоже людей добавилось стало больше на удивление как видите вечером людей купается больше чем днем здесь вообще никого не было мои дорогие любимые подписчики с вас обязательно лайк за этот видосик за каждый из этих видосиков в общем обязательный лайк обязательно подписка на канал статистика баба суровая показывает то что 70 процентов смотрят без подписки совершенно подпишитесь вам что трудно поставить вот эту кнопочку нажать красы подписались друзья и палец вверх да кстати если вдруг у вас будет желание помочь нужна новая камера в общем если есть его желание помочь с камерой кидайте кто сколько может буду рад всем спасибо друзья всем удачи всем пока а а а а